всем здравствуйте добрый день спасибо вам что вы смотрите мое видео за то что вы со мной на моем канале я продолжаю свои прогулки по зимней морозной москве прекрасным солнечным морозным утром недалеко от киевского вокзала и я вам хочу показать ну те кто знает тот знает конечно тоже в атмосфере кто не знает показать и рассказать мост путешественник у киевского вокзала мост бардана хмельницкого это он сейчас так называется мост бардана хмельницкого а вообще это раньше назывался иначе и мост он является мостом путешественником потому что он был построен в районе малого окружного кольца и носил название краснолужского его строительство было начато 1905 году по проекту созданному проскуряковым померанцевым а в 1907 году мост уже был введен в эксплуатацию процессе строительства третьего транспортного кольца конструкция моста претерпела значительные изменения его элементы были заменены на новое и мост получил название железнодорожного предыдущая конструкция была а транспортирована вплавь по москва реке в район киевского вокзала где впоследствии и был сооружен пешеходный мост перенос конструкции был приурочен ко дню города и осуществлялся под руководством тогдашнего мэра 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 москвы юрия лужкова и был благословлен русской православной церковью строительство нового моста было завершено 2001 году и изначально он был назван киевским лишь в 2004 году сооружению было присвоено официальное название богдана хмельницкого мост богдана хмельницкого неоднократно подвергался реконструкциям и дизайнерским доработкам сегодня это оригинальное строение из стекла металла широкой панорамной крышей и боковыми частями хороший обзор отсюда открывается этот мост соединяет ростовскую и бережковскую набережную через огромные вот эти стеклянные витрины ордена можно увидеть живописные виды столицы а летом еще и катера и яхты которые ходят по москва реке по мосту богдана хмельницкого с удовольствием прогуливаются жители города и здесь есть лавочки банкетки можно сфотографироваться на память на фоне берегов москва реки сейчас он немножечко ремонтируется поэтому здесь чуть-чуть все иначе так и интересные факты из истории этого моста на краснолужском тогда еще мосту в 1977 году была задержана иностранная шпионка марта петерсен впоследствии это событие было отражено в кадрах известного советского фильма тассу полномочен заявить съемки которого также проходили на этом мосту а в 2002 году уже будучи перенесенным на новое место мост бардана хмельницкого стал ареной для установления мирового рекорда на нем одновременно целовались 2226 влюбленных с тех пор это место принято считать местом поцелуев куда по традиции приходят пары желающие никогда не расставаться и всегда быть рядом друг с другом вот такой это мост вот такая у него история вот такая у него современность да и ну ближайшая станция от моста это метро киевская мост соединяет два района дорога милова и хамовники на савинской набережной с северной стороны моста открывается вид на бородинский мост и смоленский метро мост дом правительства можно увидеть жилой дом на кудринской площади и на набережной тараса шевченко справа можно увидеть мид гостиницу золотое кольцо дом архитекторов здесь же недалеко находится площадь европы с фонтанным комплексом и гостиница украина длина основного мостового пролета составляет 135 метров общая длина моста 235 метров общая масса мостовой конструкции 1750 тонн главное несущей конструкции моста служит арка железнодорожного красно-калужского моста первоначальный вид который полностью скрыт синим стеклянным колпаком железобетонные устои моста вынесены с берегов в русло реки кстати стоимость переноса этого москва оценивается в 12 15 миллионов рублей архитектором нового моста стал юрий платонов вот вы там видите сейчас старую конструкцию моста ну а вот это все уже современное ну вот такая история я надеюсь вам было интересно а многие москвичи знают про этот мост ну а не москвичам возможно я рассказала что-то новое я еще раз благодарю вас всех за просмотр моих видео это стимулирует меня дальше снимать гулять по москве снимать видео вы как вы видите в любую погоду я очень люблю когда мороз и солнце с удовольствием прогулялась в этот раз и сняла для вас видео и заодно просто прогулялась по москве все большое спасибо подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пишите комментарии но на сегодня это все до свидания будьте все здоровы всем удачи пока пока до встречи